Доброе утро! Я могу сказать, мы стараемся работать пораньше, пока на стенде еще есть место, потому что сегодня ожидается как минимум 300 человек, как минимум. Итак, мы с вами вчера рассказали нашим зрителям о Unibike, о Unibus, извините, и моделях, которые также могут быть как реальное транспортное средство. Реальная трасса для работы. И перевозить почти миллион тонн грузов в год. Кто еще не смотрел, посмотрите, останавливаться на этом подробно второй раз не будем. Сегодня же продолжим выставку по нашему стенду. Дальше хочется рассказать, прежде всего, про Unibike, наш самый популярный экспонат, который... Который, возможно, первым и поедет в Экотехнопарке. Невозможно, точно. Он полностью для этого готов. Осталось вернуться и его собрать, и настроить, и можно ехать. Возможно, я не сомневался в том, что он поедет, а в том, что он поедет первым. Потому что изначально планировалось, что поедет Unibus. Ну, может, они поедут и вместе. Жизнь покажет. Вот. Кто там, наверное, уже мешает. Да, или без посетителей. Собственно, что такое Unibike? Еще раз в двух словах. Это легкое транспортное средство индивидуального, скажем так, малой вместимости, возможно, индивидуального применения. Во-первых, планируется использование его в закрытых зонах, рекреационных зонах, зонах отдыха, кампусах университета, например. То есть на каких-то локальных площадках небольшого размера. Хотя в будущем, при развитии транспортной структуры SkyWay, он может использоваться и как транспортное средство городское, просто малой вместимости. Причем, стоит сказать, что все наши трассы городская, легкая, предназначенные для Unibus, они все универсальны. В том плане, что любое транспортное средство, за исключением высокоскоростных. Мы говорим о системе SkyWay? Системе SkyWay, конечно. Они могут использовать транспортную структуру, соседнюю, ну скажем, грузовую транспортную структуру для перевозки пассажиров, в том числе, и наоборот. То есть транспортная структура универсальна? Универсальна, да. Обратно к Unibus, легкая. То есть это 650 килограмм полной массы, либо для двух человек с установкой велогенераторов, позволяющих вырабатывать электроэнергию и компенсировать расход батарей, то есть возвращать электроэнергию в бортовую систему, что дает человеку помимо занятия фитнесом во время движения, экономии времени, скажем, вечером, дает еще и экономию его кошельков. То есть энергию, которую он выработал и отдал обратно в батарей, стоимость этой энергии будет ему компенсирована по итогам поездки. Либо, если велогенератор не устанавливать, в этом же транспортном средстве может уехать три человека, то есть три пассажирских места. По характеристикам Unibike, малый вес, отличная аэродинамика, к слову сказать, это коэффициент CX 0,07 для этого транспортного средства, стальное колесо, все это позволяет минимизировать затраты энергии на движение Unibike. И, ну, например, при движении со скоростью 100 км в час Unibike нужно 2 кВт энергии электричной для движения. Впечатляет весьма. Ну, если в других цифрах, например, при максимальной скорости 150 км в час, он будет расходовать электроэнергией, пересчитанной на расход топлива, условного топлива, 2,2 литра условного топлива на 100 км в пути. Это действительно достижение? Ну, сравнить это хотя бы пассажировместимости, ну, с мотоциклом, где тоже 2 человека, которые на этой же скорости расходуют, ну, современный мотоцикл на минимум 6 литров того же топлива. И это ж только начало? Мы же будем развивать и продвигать эту технологию? Естественно. Или, например, если сравнить, ну, здесь уже стоит вернуться к Unibus и делался такой сравнительный анализ с нашими инженерами. Результат выложен на сайте, можно всегда его почитать. Было сравнение Unibus с, ну, хотел сравнить с чем-то актуальным, популярным, с Теслой. Да, так я просто напомню цифру, что понятно, что Тесла – это легковой автомобиль, там 4 человека, у нас 14 человек – это маленький автобус. Поэтому, чтобы результаты были честными, мы привели показатели либо к Unibus к Тесле, либо к Unibus к Тесле. И даже в этом режиме, с учетом стального колеса вместо резиновой шины, с учетом коэффициента лобового сопротивления, то есть аэродинамики, мы получаем эффективный результат 6,5 раз более эффективный. А если считать в чистом виде, без пересчета, то есть уже учитывая, что мы везем пассажиров 14 человек вместо 4, мы получаем почти в 17 раз экономика. Я помню почти в 18, 17,8 раз. Ну, 17, да, с какой-то другой. В 17,8. В 17 раз более эффективный. Да. За счет чего это достигается еще раз? То есть аэродинамика, отсутствие экрана и, собственно, наш движитель, наше колесо, которое в двух словах стоит уже показать. То есть на этом стенде у нас мотор-колесо, снятая с Unibus к Тесле. Постоянного тока, то есть на постоянных магнитах. И легкая тормозная система, заимствованная у стандартного серийного мотоцикла. Тормозной диск, суппорт гидравлический. Он вентилируемый, я вижу, все качественно, позволяет тормозить явно с очень больших спиростей. Мы со скоростью 150 км в час обеспечиваем необходимое нам замедление. Причем обеспечиваем его, в принципе, электродинамическим торможением. То есть рекуперируя энергию, отдавая обратно ее в бортовую сеть транспортного средства. Что, например, как КЕРС, который когда-то существовал в формуле 1. Да, ну, КЕРС это был накопитель механической энергии. У нас все-таки рекуперация электрической энергии, но смысл тот же. Не растратить, а вернуть обратно в систему и повторно использовать. Поэтому в этом случае тормозная система фрикционная используется как запасная и как дополнительная. То есть в случае, когда нужно тормозить более эффективно, то есть в случае экстренного торможения, мы действуем обе системы, и электродинамику, и фрикционные тормоза. По характеристикам мотора, то есть вот в этом маленьком, компактном габарите с весом в 14 кг вмещается в номинальном режиме 3,5 кВт мощности, а в максимальном режиме до 5 кВт мощности. Суммарно, то есть мы получаем на Unibike 20 кВт мощности на борту, при этом помним, что на самом деле мы тратим около 2 кВт при движении в постоянном режиме. Этот запас в 10 раз нам нужен просто, чтобы эффективно разгоняться и ускоряться, чтобы логистика передвижения позволяла нам выдерживать тот интервал 2 секунды, который мы задаем, как минимальный интервал безопасности. Слово говоря, двигаясь этим интервалом, на Unibike можно перевозить, на системе, легкой транспортной системе, можно перевозить 7200 человек в час. То есть в сутки это примерно 150 тысяч человек, это используя вот такие двухместные модули, как Unibike. Пару слов о конструктиве, наверное, интересно. Корпус это монокопф из композитора. Прямо с языка сняли, это и хотел спросить у вас. Да, то есть отсутствие стали алюминия, это полностью пластиковый кузов. Остекление из поликарбоната, как мы говорили вчера, что дает в 2 раза меньше веса, в 25 раз большую прочность. Чем стекло. Чем, да, силикатное стекло. Интерьер максимально мы постарались сделать дружелюбным, и интересным, и приятным человеком. Я смею напомнить тем, кто, или сообщить тем, кто не смотрел какой-нибудь наш предыдущий репортаж, что один наш самый крупный немецкий гость сказал, что наше качество лучше, чем у BMW и Mercedes. Ну, даже я не слышал работать. Без ложной скромности. Замечательно. Так, 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 что сказать. Да, мультимедийная система, которая в последующем, мы только что говорили, что при выходе из рекреационных зон, при выходе в транспортную систему, эти транспортные средства, развивая их электронную часть, они могут стать вашим индивидуальным помощником в рамках концепции мобильности будущего. Постоим рядом с тем, о чем мы говорим. Да, в рамках концепции мобильного будущего, то есть это не ожидание юнибайка на станции, открывание двери вручную, потом там нужно сесть, выбрать, куда ехать. Вы это все будете делать заранее своим мобильным устройством умным. И просто, подходя к станции, уже будет подъезжать ваш юнибайк, распахивать дверь, брать вас на борт и везти туда, куда вы пожелали. Великолепно. Все то будущее, все эти футуристические предсказания, о которых нам рассказывает Сергей Анатольевич, я вижу, уже воплощаются со страшной силой. Да, то есть сохранение ваших личных настроек по удобству посадки, по микроклимату в салоне, по вашей любимой музыке, это будет ваш верный другой помощник. Ходовая часть будет вам всегда подаваться вовремя, и идеально настроенной, обслуженной, правильно ли я понимаю? Не нужно думать о проведении ТО, о заездах на заправку. Только о цвете занавесочек, которые вы хотите повесить на эти поликарбонатные стекла. Типа того. Наверное, по юнибайку пока все. И последний экспонат, который обязательно стоит осветить. Вот это интересное транспортное средство, которое внешне можно сравнить с моделью, ибо масштабы совпадают. Но на самом деле это не масштабная модель, это транспортное средство в его реальных габаритах, в реальных размерах. То есть это тоже промышленный образец, как я понимаю? Ну, это готовое транспортное средство, готовое уже к реализации в рамках проекта интеллектуальное ограждение. То есть это и охранный модуль, и транспортное средство? Ну, транспортное средство, оно потому что способно перемещаться. Оно содержит начинку, которая позволяет ему выступать в качестве охранного модуля. Но, в принципе, может перевозить, наверное, все, что угодно. Естественно. Можно сказать и другими словами. Данная комплектация – это охранный модуль, который напичкан электроникой, позволяющий ему обслуживать, охранять зону, подлежащую, скажем так, охране. Немножко тавтологии. А вот можете прокомментировать картинку, которую мы видим? Вот какие-то там лица, как в терминаторе или как в хищнике? Да, секунду. Но, если не ставить эту электронику, это можно превозить в транспортное средство, как мы говорили вчера, для перевозки мелких грузов на супер-супер легкое транспортное средство. По комплектации охранного модуля. Значит, еще раз, что такое? Это проект интеллектуального ограждения. Это охрана каких-то закрытых объектов, аэропортов, складов, ну, чего угодно. Каких-то конкретных территорий. Либо, например, границ. В том числе, границ государства. Я думаю, рынок здесь неисчерпаемый для этого продукта. Ну, уже, может, более того, можно и объединить. Он может и охранять, и перевозить. Может быть такое. Что установлено? Установлена система наблюдения. То есть, это три видеокамеры. Видеокамера в обычном спектре, поворотная на 360 градусов. Видеокамера ночного видения, но тоже в видимом спектре. И инфракрасная камера для ночного видения. Вот на экран, если мы взглянем, мы здесь показываем как раз-таки картинку, которую видит охранный модуль. Ну, в рамках выставки мы ее демонстрируем людям. В рамках работы охранного модуля. Для чего это нужно, расскажите? Информацию аккумулирует и передает в центр управления. Для чего нужно? Ну, к примеру, это мониторинг охраняемой территории. Если охранный модуль видит наличие какого-то объекта, который там не должно быть, он распознает этот объект. То есть, системе детекции опасности говорит, системе это кто? Это человек или не человек? Если это человек, это кто? Это свой охранник или это лицо, не занесенное в базу данных? Вот я вижу, что там сейчас Бабурин, поэтому он его распознает и ничего в этой связи не предпринимает. Виктор все еще с нами. Да, примерно так. И вот я вас, кстати, вижу, и он точно так же реагирует. Значит, происходит дальше что? Следующее. Охранный модуль останавливается возле предполагаемого нарушителя. Включается световая сигнализация, включается шумовая сигнализация о нарушении периметра. И происходит вызов, то есть сообщение этой информации на центральный пульт управления, где уже оператором либо более умной системой происходит, принимается решение. Оператор либо более умная система. Прекрасно звучит. Мы уже в далеком будущем. Да. Соответственно, если это действительно нарушитель, происходит вызов службы реагирования, скажем так, которая моментально приезжает и ликвидирует там или делает что-то еще с этим нарушителем. Если... Короче, он сразу же аннулируется на месте. Ну, наверное, так. То есть в комплектации этого охранного модуля у нас мы имеем 30 килограмм его собственной массы и можем добавить еще 30 килограмм полезной нагрузки. То есть, в принципе, чтобы никого не вызывать, сюда можно установить поражающие элементы. Электрошокер. Электрошокер, да хоть и гринстрель. Если это действительно серьезные объекты и есть на то право, то мы можем предложить такую услугу заказчику. Для охранной границы во время военных действий наверняка это вполне реально. Вполне. Ну, как-то так. Спасибо большое. Народу уже много. Вас уже ждут. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич, за такой прекрасный разговор. Разговор, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте журнальной группы компании SkyWay по адресу nsvdkosystems.com Поддерживайте наш проект. И у вас всегда будут такие прекрасные, грамотные, урудированные и приятные в общении собеседники. Строй SkyWay! Спасай планету! Спасибо. 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 Продолжение следует...